Меня спрашивали, многие задавали вопрос там, ну хорошо мы прочитали, там есть еще что-то, еще что-то интересное, еще что-то более крутое, я вам сейчас отвечу на этот вопрос, значит если мы это знаем уже, это для нас уже пройденный материал, то можно применить дальше, можно пойти еще дальше, еще более детально начинать изучать. Почему важно детальное изучение мужчины перед его выбором вообще, мое мнение, дело в том, что я сравниваю это с инвестициями, дело в том, что когда мы там например играем на курсах акций, мы используем технический анализ, нам ничего не нужно знать про компанию, чтобы в шорт позициях там выигрывать деньги, нужно просто хорошо освоить технический анализ. Но дело в том, что когда речь идет о долгосрочных инвестициях, нам приходится читать квартальные отчеты компании, разбираться в их бизнесе, мы их там потом вложили там акции какие-то, мы ждем там регулярный квартальный отчет, внимательно смотрим на финансовые показатели все и так далее. Там индексы смотрим разные, то есть смотрим на многое, изучаем, много читаем для того, чтобы входить долгосрочно в какую-то компанию. Вот я считаю, что инвестиции с точки зрения отношений у женщин должны быть точно такие же, точно так же нужно долго кропотливо оценивать мужчину, потому что я как тренер мужчин прекрасно знаю, какое количество способов есть у мужчин вас обмануть. И поэтому здесь, чтобы он вас не обманул, чтобы выяснить реально его потенциал, реально действительно на что он способен, нужно ли тебе с ним связываться, нужно иметь систему. Чем более эта система развитая, тем скорее всего ты выиграешь. Например, у Уоррена Баффета очень развитая система оценки компаний, и поэтому он выигрывает, он был самым богатым человеком в мире. Но те люди, которые не имеют такой системы оценки классной, они часто проигрывают, вкладывают деньги свои и теряют. Поэтому вот это и есть развитие этой системы. То есть мы сейчас развиваем систему оценки мужчин такую, которая позволит, даже если у тебя будет один или разные мужчины, инвестировать свое время не так, как человек, который не умеет оценивать правильно и поэтому много теряет. Итак, значит, ну люди очень сильно боятся вот это, вот это то, что сейчас вам рассказывать буду, трехмерная оценочная матрица, это страшные слова, которые все женщины боятся, но в них ничего страшного нет. Вот, и я вам объясню почему, потому что это просто название страшное, реально не так страшен черт, как его молюют. Значит, сперва мы с вами возьмем и ответим на вопрос, что мы можем оценивать в мужчине, в любом человеке вообще, да, не только в мужчине, можно ко всем это применять. Что мы можем оценивать и по какой системе будем оценивать? Я, на самом деле, мне очень нравится вот такая штука, значит, нравится, сейчас вопрос какие вы задаете. Замечательная вещь, которая называется пирамида Дилтса. Не это самое, не заморачивайтесь на названиях, это, я не люблю объяснять почему, потому что это долго, вот, технологию, мы сразу ее будем применять, да, а кому будет интересно там покопаться, вы можете почитать Дилтса, откуда он взял эту пирамиду и так далее. Вот, значит, итак, мы с вами возьмем за основу оценок пирамиду Дилтса. Значит, окружение, поведение, дальше, что у нас способности, убеждения или ценности. Я, на самом деле, отдельно всегда рисую, но у Дилтса это было вместе, но я потом объясню, почему. Идентификация и миссия. Вот, мне нравится эта пирамида как основа оценки в этой системе. Значит, что это значит? Мы оцениваем его окружение, ты оцениваешь его окружение, да, ты говоришь, значит, вот смотришь, говоришь, там, твои друзья классные, да, у тебя классные друзья. Ты оцениваешь его поведение, его действия, да, то, что ты делаешь, это круто. Ты оцениваешь его способности и говоришь, что ты круто умеешь водить машину. Ты оцениваешь его убеждение, ты говоришь, что слушай, мне нравится, что ты убежденный математик, убежденный, что ты считаешь, что нужно вкладывать деньги и в оппозицию, например, и помогать людям, которые в тюрьмах сидят. Мне нравится, ты оцениваешь его убеждение, ты оцениваешь его ценности, мне нравится, что ты ценишь в женщинах интеллект, в людях интеллект. Мне нравится, что ты ценишь в первую очередь не деньги, а что-то духовное. Ты оцениваешь его идентификацию, идентификация это кто он такой, кем он себя считает, это тот образ, который он имеет. Ты оцениваешь его миссию, ты оцениваешь то, для чего он живет, как он себе на это отвечает. Вот это простая вещь, просто, просто, да, как оценивать, ну я пример привел. Теперь смотрите, как интересно, теперь вопрос такой, возникает третья, значит, второй базис, да, второй базис этой оценки, значит, второй это Е1, я один это рисую, просто не пугайтесь от слов этих базис, потому что это не так страшно, как кажется. Значит, с другой стороны, мы должны ответить на вопрос, кто оценивает, мы можем тоже сделать такой ход конем, да, чтобы увеличить количество параметров этих оценок, кто оценивает. Оцениваю я, я оцениваю, я оцениваю твое окружение, я оцениваю, я говорю, твои друзья там, они какие-то странные там, они какие-то глупые друзья твои, не нравятся мне твои друзья. Или я могу сказать, что, слушай, значит, моя подруга сказала, что твои друзья глупые. Или твой друг сказал, что там, ты дружишь с идиотами, да, это когда его оценивает кто-то, то есть его оценивает кто. Значит, ты, и у нас возникают следующие там варианты, да, значит, ты можешь оценивать ты, может оценивать его ближайшее окружение, может оценивать вот эту всю пирамиду, да, то есть ты можешь оценивать это, 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 дальше ты можешь оценивать это, это, окружение может оценивать окружение, Поведение, способность, убеждение. Окружение говорит, например, ты говоришь, допустим, что твои друзья считают, что ты не умеешь водить машину. То есть это окружение оценивает его по способностям. Дальше, кто еще может оценивать? Общество. Общество может оценивать. Это еще более широкий уровень. Например, по способностям общества. Пример. Такая работа, как у тебя, считается классной. То есть ты занимаешься очень полезным делом, общественно полезным делом. Твоя работа считается крутой. Это круто, работать, например, полицейским. Или наоборот, полицейским работать не круто. В обществе не любят полицейских сейчас. Полицейские сбивают людей в Беларуси, не любят. Ты оцениваешь по способностям. Общество оценивает, точнее, по способностям. И ты как бы говоришь, что твоя, твои, значит, общество оценивает окружение. Твои друзья, твои друзья, да, занимаются неугодным обществу делом. Ты какую-то оценку создаешь из области вот этой. И последнее, значит, Бог или там мир. В зависимости от того, во что человек верит, да, мир, да. Как Бог оценивает это? Это не богоугодная работа, которой ты занимаешься. Ты воруешь кокаин у наркодилеров и перепродаешь. Это не богоугодная работа. Бог против этого. Ты плохой человек, да. Или ты, наоборот, классный человек. Ты там, значит, отнимаешь, значит, наркотики у наркодилеров. Они поэтому не продают их там детям. Ты классный, Бог тебя любит. Несмотря на то, что, значит, общество считает, что это неправильно, но Бог тебя любит. То есть тут можно играться с этими оценками. Вот. Значит, это пример оценочной матрицы. Ну и плюс, третий базис, это Е2, а третий базис Е3. Это плюс или минус. Когда, значит, почему я сейчас начал рассказывать, как оценивать мужчин, хотя мы с вами говорили о том, как их оценивать для себя, да, то есть как их оценивать, чтобы выбрать. Дело вот в чем. Оценка очень важна, потому что оценка генерирует выборочный фрейм. Оценочный фрейм генерирует выборочный фрейм. Это значит, что вот кто кого оценивает, тот того и выбирает. И перевернуть фрейм оценки означает, что ты переворачиваешь выборочный фрейм. Вы все прекрасно знаете, как вы оцениваете мужчин, которые к вам подходят и пытаются с вами познакомиться, а вы не хотите с ним знакомиться Вы начинаете ставить их в оценочный фрейм тут же, молниеносно, но когда речь касается человека, который вам самим нравится То вы как правило начинаете сами попадать под выборочный фрейм, вы сами пытаетесь ему понравиться Так как вы сами пытаетесь ему понравиться, то вы попадаете в его оценочный фрейм, и он начинает вас оценивать, а вы стараетесь ему понравиться. Для того, чтобы он старался вам понравиться, вы переворачиваете фрейм. То есть, допустим, я прихожу на собеседование, и меня там оценивают, спрашивают, чем я занимался в предыдущей компании, что я умею. Они меня выбирают. И тут я могу перевернуть, я могу сказать, скажите, пожалуйста, а сколько ваша компания на рынке работает? Я, например, хочу работать достаточно долго, я выбираю компанию в долгосрок, поэтому мне интересно, насколько надежно. И вот часто бывало такое, что это кардинально меняет ситуацию. А когда работодатель начинает пытаться понравиться, он старается понравиться, и получается так, что ты переворачиваешь выборочный фрейм, и показываешь, что ты выбираешь. А когда ты выбираешь, то твоя ценность для работодателя сразу увеличивается. И это работает на уровне эмоций. И хотел сказать инстинктов, но слишком с инстинктами все сложно. Там в последнее время нейробиологи рассказывают, что они уже даже такое слово не используют. Комплекс фиксированных действий. То есть он на инстинктивном уровне начинает хотеть тебе понравиться, и поэтому твоя значимость для него увеличивается, ценность увеличивается. Это чисто на эмоциональном уровне, не связанном никак с реальными твоими способностями. То есть когда человек чувствует на себя оценочный фрейм, он начинает стараться нравиться тому, кто его оценивает. Поэтому, когда речь касается того, что тебе кто-то очень нравится, и ты понимаешь, что вот этот человек обладает такими-то качествами, ты его протестировала по этой теме. И оказалось, что он там просто дворянских корней, он очень увлеченный, перспективный, значит, очень классно общается с окружающими людьми, позитивный, там, просто мечта любой женщины, да. И он, значит, у него гигантские мечты о полетах в космос и захватах планет, да, там, если им интересно, да. То ты сразу же что делаешь? Сразу же начинаешь ставить его в оценочный фрейм. Потому что у тебя коленки уже трясутся, ножки трясутся, потому что он очень классный. И ты начинаешь делать всегда ошибки в такой ситуации. Ты стараешься нравиться ему, а ему не интересны люди, которым стараются нравиться. Ему интересны те люди, которые имеют большую ценность. А эти люди обычно выбирают. И поэтому нужно быть человеком, который выбирает. То есть ты должна освоить оценочный фрейм. Вот такая система. Ну, на самом деле, можно поставить не только дилсу пирамиду. Вообще сюда можно загонять любые пирамиды. Можно взять там пирамиду маслоу загнать, да, пирамиду потребностей. Тоже очень интересная штука. Вот, кстати, о которой там тоже можно поговорить отдельно, да, но слишком сложно. Сейчас нагружу вас сильно. Вот, пирамида маслоу классно тут тоже сюда заходит. И тоже можно просто поменять пирамиды, да, и, значит, оценивать там ты, окружение, общество, Бог оценивает человека по этой пирамиде, потребности его, да. Вот. И, соответственно, там тоже интересные вещи, там эффекты. В следующий раз об этом поговорим, потому что уже слишком много времени прошло на этот один вопрос.